Друзья, привет! Сегодня хочу вам рассказать об одном чудесном маршруте, очень уединенном маршруте от Салоу до ближайшего еще одного курортного городка Лапинеда. Маршруте, по которому вы можете совершать прекрасные пешие прогулки, уединенные велопрогулки, можете совершать пробежки, если вы занимаетесь спортом. И, уверяю вас, даже в самый пик, когда здесь очень много туристов отдыхает, на этом маршруте всегда пустынно. Расскажу, как туда попасть. Итак, обратите внимание, что сзади меня находится отель, который называется Калипса. Это отель, который расположен уже... это самый край Салоу. Если стоять лицом к морю, то это левый край Салоу. Я по традиции даю ориентиры на отели, потому что, как правило, все отели обозначены на карте. И это самое простое найти здесь в Салоу, где расположен отель Калипса, и от него следовать по моему маршруту. Итак, отель Калипса сзади меня находится. Вам нужно просто перейти дорожку. Вот смотрите, вы когда перейдете дорожку, здесь даже есть указатель. Вы попадете на круговое движение. Вот указатель дороги на Лапинет. Просто вам как ориентир. И вот я поворачиваюсь. И дорожка уходит вот туда, вглубь, дальше. Мы сейчас по ней будем идти. Я буду делать небольшие включения. Итак, для того, чтобы попасть на этот прекрасный уединенный маршрут, вам нужно найти отель Калипса и от него следовать в сторону Лапинеды. Поехали! Смотрите, по пути мне попалась карта. Значит, вот это все Салоу. Мы с вами находимся в крайней его точке, вот здесь. Если стоять лицом к морю, еще раз говорю, то это левый край Салоу, вот здесь. Вот здесь отель Калипса примерно находится. И мы сейчас следуем вот таким маршрутом, вот сюда, в Лапинеды. Вот, то есть это все Салоу. Поэтому продолжаем маршрут. Это вам для наглядности. Итак, друзья, после того, как мы отошли от отеля Калипса, чуть-чуть пройдя, вот первое круговое движение, которое нам попадается, нам нужно с вами прямо следовать. Не направо, а прямо. Вот, смотрите, я иду вдоль этой дорожки. Конечно, автобусы, автомобили могут немножечко шуметь. Но посмотрите, как здесь подстрижены кустарники. Как здесь чистенько. Конечно, с другой стороны есть такой сетчатый забор. Здесь не все так чисто и прекрасно. Но, тем не менее, это совершенно не мешает отдыхать здесь. Видите, вот там вдали, вот это вот, это поля для гольфа. Ну и, как видите, сосны, 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 сосны. Вокруг сосны. На той стороне вдалеке вся вот эта вот такая лесная зона, все засажено соснами. И туда вдаль, 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 тянется эта дорожка Ла Пинеда. Смотрите, я перешла на противоположную сторону. И вот место, о котором я вам говорила. Это гольф-клуб, ресторан и, ну, как бы, пляжный клуб, Люмине это называется. Вот. Вот по пути в Ла Пинеду, с правой стороны от вас, сзади круговое движение будет такое. И вот вы будете проходить это место. Вот. Такое безлюдное состояние у этого места постоянно. То есть я вам не зря говорю, что здесь, конечно, для прогулок вообще просто шикарно. Я не буду туда вовнутрь заходить. Вот за этой вот дежурной будочкой туда вглубь уходит такое парковое пространство, разные лавочки, какие-то фонтанчики. Там просто в глубине целая огромная территория. Я сюда заходила без всяких пропусков. Просто вот и с коляской, и с компанией мы заходили. Ни у кого никаких вопросов не возникает. Вы просто проходите, можете спокойно здесь погулять. Проезд автомобиля, наверное, уже потребует, может быть, не знаю, каких-то пропусков. Я, честно говоря, не очень в курсе. Но погулять по ходу здесь вы совершенно спокойно можете зайти. Вот. И разнообразить свою прогулку. Мы продолжаем свое движение прямо. Я уже иду с правой стороны. Вот вам хочу, кстати, показать еще раз сосны, которыми тут все засажено. Вот. Так что гуляйте, катайтесь на велосипеде, бегайте, получайте удовольствие. Здесь еще за счет деревьев на одной из сторон всегда будет полутень или тень. Поэтому в жару самое то. Друзья, ну вот мы дошли с вами до Лапинеды. Это последнее круговое движение, а за ним, обратите внимание, идет прямая дорога к морю. Все, собственно говоря, вы уже на месте. И спустившись чуть-чуть вниз по этой дорожке, вы поворачиваете налево, потому что весь городок уходит влево. Здесь его окраина находится. И вдоль моря можете прекрасно гулять и впитывать в себя новую волну впечатлений. Что еще хочу сказать? Обратите, пожалуйста, внимание. На заднем плане находится отель, который называется Эстиваль Парк. Этот отель является одной из, ну я бы это сказала, назвала одной из главных достопримечательностей Лапинеды. У него очень красивая, большая зеленая территория, чего нет у других отелей вообще в принципе здесь, ни в салоне, ни в Лапинеде. Вход на эту территорию свободный. Я сейчас покажу, как туда можно войти. То есть вы можете сюда приходить и либо проходить через, сквозь территорию этого отеля и выходить тоже на набережную. Вот, либо можно просто приходить сюда и гулять по самой территории и вернуться обратно в салон. Так, Эстиваль Парк. Попробуем зайти... Вернее, не попробуем, у нас обязательно это получится. В общем, зайдем сейчас с одного из входов. Покажу вам просто, что можно попасть на территорию. Смотрите, помните, я вам говорила, что есть дорожка, вот она уходит туда вдаль, к морю, к Лапинеду. Мы с вами пересечем здесь проезжую часть аккуратненько. Вот, мы, собственно говоря, идем ко входу этого отеля Эстиваль Парк и поворачиваем налево. Кстати говоря, если вы пойдете прямо по дорожке вот этой, и с левой стороны будет тоже небольшой проходик на территорию Эстиваль Парк. То есть можно и оттуда попасть. Мы с вами немножечко сейчас просто пройдем вдоль вдоль самого здания. Здесь на самом деле три корпуса. Вот, и в любой из проходов можно будет зайти. Так, вот мы подходим к самому ближайшему ходу со стороны улицы. Здесь нет никаких ограничений. Вот, пожалуйста, вы можете просто вот так вот пройти. Въезд, конечно, здесь запрещен. Но пешие прогулки, все. И вы туда углубляетесь вдаль. Здесь очень красивая зеленая территория. Ну, и, конечно же, не могу вам не сказать о том, что здесь находится спа-центр. Акум, вот он. Спа-центр, спорт-клуб. Здесь теннисные корты. И я знаю, что можно купить отдельно абонемент и посещать это место. То есть здесь не обязательно жить. Здесь просто приобретается абонемент. Вы сюда приезжаете. Можете здесь заниматься спортом. Можете здесь спа-клуб этот посещать. То есть этот отель, как я уже говорила, такой один из достопримечательностей. Ну, что, друзья, надеюсь, и этот выпуск был вам полезен. Вы обязательно воспользуйтесь моими подсказками и погуляйте по этой прекрасной дорожке, о которой я вам сегодня рассказала. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить следующие, надеюсь, тоже интересные для вас выпуски. Кнопочка подписаться и значок колокольчик, чтобы получать уведомления. Все, пока-пока. До скорой встречи.